Приветствую, уважаемые! Ну что ж, сегодня мы с вами посмотрим и послушаем, ну, за счет моих рассказов, конечно, вот такие вот замечательные наушники, называются Huawei FreeBuds 5. Они интересны не только внешне, но и внутренне. Суть по звуку. Поехали! Что я могу сказать по поводу внешности? Чехол напоминает что-то среднее между криокапсулой из будущего, только без стеклышка, футуристическим, опять же, яйцом и галькой. Серебряное матовое покрытие, очень аккуратно все сделано. И, в принципе, с одной стороны классический вид, с другой стороны все-таки чем-то он отличается. Хорошее покрытие тем, что на нем ни отпечатков, ни микроцарапин, как вы видите, нету. То есть все замечательно, все отлично. Сзади серебристая часть, ну, просто дизайнерский ход, здесь надпись и маленький светодиод. Открываем. Да. Во-первых, оно может стоять вот в таком положении, ну, или чуть-чуть перекатываться. Это, ну, в общем, крышка надежная, к тому, что вот, видите, только сильно резко дернув, я ее закрою. То есть в обычном состоянии она не закроется сама, даже если случайно задеть. Это очень хорошо. Многие современные наушники, к сожалению, начали грешить плохой крышкой. Здесь прямо все здорово. Открывается вот с таким вот чпоканием, прям вот, знаете, как некоторые люди, кто курит, они с зажигалками зипа ходят и чпокают. Вот здесь то же самое, можно чпокать крышкой от наушников. Снизу USB-C порт зарядный, все просто, и сами уши. Сами уши, что хорошо, лежат вот в таких вот, даже не могу сказать, что в глубоких гнездах, а как бы в падинках. То есть, если что, вы можете туда спокойно залезть даже пальцем или уж как минимум ватной палочке и аккуратно протереть грязь, если вдруг что случилось. Ну и доставать их очень просто, да, соответственно, хоп, хоп, оно примагнитилось, оно оттуда случайно, опять же, вот я пытаюсь немножко их покачать, да, и видите, они просто не выпадают, их надо прям взять и достать. Очень удобно. Все очень надежно, очень прям кайфово сделано, то есть Huawei прям молодцы. Сами наушники достаточно необычной формы, мы, это капля, да, ребята вдохновлялись так называемыми каплями Руперта, принца Руперта, когда вы берете раскаленное стекло и капаете в ведро с водой, ну или в стакан с водой, оно там застывает в виде такой капли с длинным хвостиком. Ну и вот это что-то у дизайнеров Huawei превратилось в такие вот интересные, с моей точки зрения, наушники. То есть здесь размещается аккумулятор, здесь контроллер и здесь динамик. То есть они так растащили это все по разным углам, получается достаточное пространство и для драйвера, чтобы задняя камера была достаточно резонансной, чтобы это лучше звучало, ну и друг друга они там не перегревали, не напрягали лишний раз. Контактные пластины, они именно пластины, то есть вы случайно их там не обцарапаете, они достаточно большие. Микрофон, соответственно, всякие вырезы, микрофоны дополнительные, здесь и здесь. То есть все прям сделано по уму. Выглядит вот так вот вместе. Могу их положить как-то еще по-другому. Ну то есть штука, которая привлекает к себе внимание, но при этом очень удобная. Кстати, держать вот так удобно. Взяли так, запались, тыньк. И все, держите и спокойно устанавливаете себе в уши. Работает эта вещь, понятное дело, с приложением своим же. Сейчас покажу. Значит, приложение называется IE Live. Там подключается все Huawei-вское, ну и в частности вот наушники FreeBuds 5. Открываем. Сразу видим остаток кейса, сами наушники, картинка. Центр подключения. Тут, соответственно, можно подключить какие-то наушники, точнее эти наушники к другому устройству. Выбор. Включение-выключение шумоподавления. Да, здесь есть шумоподавление активное. С помощью трех микрофонов. Качество звука и эффекты. Есть аудиоэффекты, то есть здесь можно какие-то предустановки эквалайзера использовать или же настроить собственный эквалайзер. Он, кстати, достаточно многополосный. Это здорово. Можете как-то поиграть. Дальше. Есть приоритет качества соединения и качество звука, а также HD вызовом. Значит, если качество соединения, то он будет максимально плотно держаться за канал и его не отпускать. Но качество звука будет пониже. Если качество звука, соответственно, постарайтесь далеко не отходить от смартфона, особенно в радиосложной обстановке. Но в остальном. Жесты. Здесь двойное нажатие, нажатие удержания, проведение, то есть настройка громкости, как вы видите, это все есть. Максимально продуманное управление. Причем очень кайфовое, потому что когда вы берете и проводите по этой гнутой стороне, это очень удобно. В отличие от прямой стороны, здесь вот прям реально чувствуется продуманность, правильность подхода. Следующее. Можно поискать наушники. И он начинает играть. Вот. Он вот так вот звонит. Соответственно, вы в случае чего не потеряетесь. Есть обновления, есть настройки. Определение надето или нет, то есть сняли там, прекратило как-то что-то играть, что у вас там происходит. Снижение задержки звука, если вы играете, если вы смотрите какой-то динамичный фильм, то пожалуйста. Ну, HD, аудиокодек Bluetooth, я выбрал LDAC, есть еще L2HC, соответственно, кодек. То есть LDAC это нормальный кодек, который может много, в принципе, выдать, до 990, по-моему, килобит в секунду. То есть это достаточно большой и мощный поток. Выводы. Начнем мы, естественно, с посадки. Посадка вот такая вот эта. Соответственно, я спереди, и это я сбоку. Все очень хорошо, с моей точки зрения, оно очень комфортное. Я, естественно, проходил не один день, до момента, когда я вам могу, наконец-то, про них рассказать. И проблем никаких. То есть, если вы, пользователи, пользовались подобными наушниками, то есть, ну, вот эти внутриканальные, полуканальные, я не знаю, как их назвать правильно, по сути. То есть, наушники, у которых есть вот такой маленький сосок, смотрящий в ваш слуховой проход. Но это при этом не внутриканальники с резиновыми затычками. Вот эти полуканальники, по сути, это вот там яблочные наушники, да, начали с этого. И многие-многие их повторяют. Вот здесь вот посадка одна из самых удобных среди таких наушников. Я считаю, это здорово. Несмотря на наличие вот этой вот бубуки снизу, толстой, кажется, что она там оттягивает, куда-то неудобно. Нет, очень удобно. Все здесь продумано, здорово и молодцы. То есть, к Huawei претензий никаких. По поводу времени работы. Время работы здесь следующее. До 5 часов от аккумулятора в самом наушнике и до 30 часов с кейсом. Если вы включаете шумоподавление, то получаете 3,5 часа, соответственно, от своего аккумулятора, плюс до 20 часов от кейса. Если вы забыли зарядить наушники и встали, у вас есть 20 минут, чтобы зарядить их до 100%. То есть, встали, покушали, собрались, все, вышли, у вас полные наушники на более чем сутки прослушивания. Если вы встали, собрались и забыли, что у вас наушники разряжены, у вас есть экспресс-вариант. Это 5 минут и 2 часа прослушивания. То есть, пописать и собраться, быстро, хоп, и у вас на время на дорогу хватит музыки. Абсолютно точно. Ну, 2 часа уже должно хватить. Теперь по поводу звука и шумодава. Шумодав, как я и говорил, здесь есть. Он активный. 3 микрофона плюс постобработка. Шумодав, причем, есть и на прослушивание, и на разговор. По поводу шумодава все замечательно. То есть, во-первых, Huawei первый, кто придумал вот эту тему сделать. Шумодав в таких вот полуканальных наушниках. По сути, это открытое акустическое оформление, потому что внешний звук туда проходит. И это сложно. Но что я могу сказать? Если вы стоите рядом с очень-очень чем-то шумным и громким, конечно, вам будет сложно, потому что все равно звуки будут проходить рядом с наушником в ухо. Но если вы, например, едете где-нибудь в транспорте, если вы идете по улице, если с вами рядом разговаривают люди, там работает телевизор, он это все нормально подавляет. И причем, надо отдать должное, он делает это очень аккуратно. То есть, по сравнению с другими, когда там явно портятся и VH, и средние частоты. Здесь это вот минимальное вмешательство, очень аккуратно. И они молодцы, на самом деле, что они сделали так. То есть, развивается система постобработки, анализа звука, и это здорово. То есть, сейчас все идет на вычислительных мощностях. По поводу разговора. Ну, я ходил по шумной улице, я стоял рядом с телевизором рабочим, и меня слышали, меня не переспрашивали, меня там не говорили, а что повтори 10 раз. То есть, с первого раза любая информация доходила до собеседника. Ну, в принципе, я считаю, что это окей совершенно. По поводу звука. Значит, внутри стоит 11-миллиметровый динамический излучатель, то есть, обычный динамик, плюс, опять же, постобработка. Давайте начнем с баса. Бас здесь присутствует, его достаточно много, и он такой собранный, плотный, упругий, динамичный. И это такая очень хорошая история между много баса, но вялого, который бывает, например, у наушников Sony, когда берете там, что-то такое вот вялое, блутыхается внутри, как волны идут, и оно просто давит на мозг. Здесь давления на мозг нету, даже если вы включаете какое-нибудь очень жесткое, что-нибудь, какой-нибудь хардкор, прям по полной программе, какую-нибудь долбиловку, там, хардбас, я не знаю. У вас все равно не устанут быстро от этого уши. Это очень здорово. Скорости хватает, ну, практически на все. Я их умудрился, конечно, посадить, что называется, ввести в замешательство, когда поставил очень хардкорные композиции, на которых задыхают, честно говоря, очень многие профессиональные, серьезные, дорогущие уши, там, за 100 тысяч плюс. Поэтому, ну, как бы, сравниваем, да, ценник, и понимаем, что это более чем нормально, это хорошо даже. То есть, это бас, который оставляет хороший фундамент музыки, но при этом не оттягивает на себя внимание. То есть, он есть, он чувствуется, и это здорово. Середина. Середина – это тоже такое среднее значение между насыщенностью, сочностью и сухой, песчаной резкостью деталей. То есть, эта штука средней нейтральной подачи с небольшой склонностью к аналитичности. То есть, вы слышите все, вам хватает вкусовых каких-то оттенков, вам хватает сочности в гитарах, но при этом вы можете залезть туда в звук и прослушать, и проанализировать, насколько это вообще возможно в данных наушниках. То есть, есть, скажем так, пространство для маневров. Это хорошо. ВЧ. На удивление, аккуратный, на удивление, нейтральный и на удивление, незаметный по первости. То есть, вы надеваете уши, слушаете, как бы, я такой, блин, а ВЧ-то где? А ВЧ-то есть, они, естественно, там есть, они присутствуют. То есть, вся фонограмма звучит целостно, монолитно и хорошо, но, вот, например, выделить ярко цыкающие ВЧ просто, выделить яркие сибиллианты просто. Здесь этого нету, и ты как-то, то есть, вы знаете, ты его не чувствуешь. Вот здесь вот такая же ровно тема. Ты не чувствуешь эти ВЧ, потому что они, блин, не испорчены. Да, они тоже достаточно аккуратны, да, они тоже достаточно вот, вот, тембрально правильны. Для такого типа ушей, повторюсь, это огонь. По виртуальной сцене это большая комната, ну, и понятное дело, что, когда вы слушаете музыку, вы еще слышите окружающую действительность, если вы не включили шумодав, то это, ну, как бы, дополнительно, немножко изменяет вот это ощущение пространственности. То есть, уши прям кайфовые для такого типа, и я считаю, что, ну, они максимально универсальны жанрова. Слушать какой-нибудь жесткий трэш-металл с кучей жестких гитар, где нету сочности, бывают такие записи ужасные, оно, ну, чуть менее интересно, оно становится аналитичным. Если вы слушаете что-то более классическое, или современную музыку, электронику, он прям вот раскрывается, будто ух. Поддержка Эльдака и фирменного кодека L2HC с 912 килобитс секундами, да, у Эльдака есть максимальная скорость потока, это очень много, то есть, для МП3 это туда, куда-то запредельно, в космос, да и для Флака, в общем-то, в большинстве случаев хватит для передачи по блютусу, то есть, прям реально хорошие уши. Если у вас есть смарт и один смарт Huawei и две пары вот таких наушников, вы можете подключить две пары наушников к одному смарту и слушать, но у меня двух пар наушников как минимум нету, соответственно, проверить это нет, не могу, но могу вам рассказать про такую возможность. По итогу, да, очень кайфовая сборка, очень кайфовая посадка, кайфовый звук, управление, сенсорное, нормальное, чувствительное, за счет вот этих вот изгибов удобное, необычный дизайн, народ оборачивается, потому что, ну, они реально заметны, они реально необычны, вот так, как-то у всех там, черный, белый, так, а-ля яблоко, а здесь прям так, народ ходит, такой, о, чё, чё это такое у человека висит в ушах, то есть, реально кайф, мне понравилось, я искренне рекомендую, если искали какие-то уши, как основные, присмотритесь однозначно, да, 100%, если искали что-то в коллекции есть деньги, тоже, в общем-то, однозначно, да, потому что вещь интересная по-своему, да и по подаче довольно приятно, универсальная, то есть, у Huawei получилось прям кайф, и я искренне рекомендую их присмотреть себе, вот такие пироги, все на сегодня, все, я прощаюсь с вами, но ненадолго, если хотите сказать спасибо финансовым образом, там есть ссылочка внизу, а вы, естественно, подписывайтесь, ставьте лайки, и все такое прочее, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok